В первом наступившем году заседание правительства было посвящено вопросам не только текущего характера. На совещании губернатор Сергей Морозов определил круг задач, над решением которой государственная власть будет работать в течение всего 2020 года. Глава области призвал чиновников начать работать по-новому, чтобы существенно улучшить жизнь в регионе. Губернатор отметил, что в этом году заработают институционные центры и центры управления регионом. Не обойдется без кадровых изменений ротации. Ротация это не значит о том, что люди могут остаться там в правительстве или в администрации губернатора. Ротация это значит, что кто-то может уйти на муниципальный уровень, кто-то уйдет в учреждения, кто-то уйдет в корпорации, кто-то возглавит, возможно, какие-то общественные организации. То есть вот с сегодняшнего дня мы таким вот образом с вами начинаем активно заниматься вот следующим этапом больших преобразований. Первое изменение уже было озвучено. В области появится губернаторский совет по развитию спорта и физической культуры, который будет руководить данной отраслью. Возглавит его губернатор. Заместителем и руководителем президиума станет бывший министр спорта и физической культуры Сергей Кузьмин. То решение, которое вы приняли по максимальному, так скажем, вовлечению всей категории людей, которые задействованы в спорте, с одной стороны, а с другой стороны, как мы все понимаем, что решение ключевых проблем, это носит характер все-таки межведомственный. И большая роль здесь системы, в первую очередь, конечно, образования. Реформы ждут не только отрасли спорта и физической культуры. Большое количество изменений ждет в сфере здравоохранения. Губернатор анонсировал строительство новой взрослой поликлиники на Нижней террасе. На нее планируется потратить 300 миллионов рублей, а закончить строительство к 2022 году. В области подготовлен большой проект про реформирование системы первичного здравоохранения. Мы запрашиваем по этой программе на период до конца 2024 года свыше 8,5 миллиардов. Из них чуть меньше миллиарда – это региональный бюджет, и 7,5 – это федеральный. Если это в конечном итоге все будет согласовано, то нас ждет очень серьезное преобразование первичного медицинского звена. Большее внимание будет уделяться профилактике. Существенное улучшение ждет материально-техническую базу отрасли. Будут отремонтированы и построены новые учреждения здравоохранения, обновлен автомобильный парк. Проект программы отправят на утверждение Федеральное министерство здравоохранения. Забота о здоровье подрастающего поколения – еще один вопрос заседания. На совещании обсуждались два законопроекта по борьбе с так называемыми снюсами. Этот вопрос уже, по-моему, не оставил никого равнодушным. Ни в одном уголке, не только Ульяновской области, но и Российской Федерации. Поэтому нам нужно с вами достаточно быстро принимать юридически выверенные решения. Снюсы на основе табака официально запрещены в стране с 2015 года. Но есть еще и синтетические никотиносодержащие смеси. На них не распространяется запретительное законодательство. Закон планируется внести на заседание законодательного собрания. Если законодательное собрание поддержит и примет в ближайшее время данный законопроект, на территории Ульяновской области, подчеркиваю детям, реализацию именно вот таких вот снюсов, с никотиносодержащих различных изделий официально запретим. В втором законопроекту вводится административная ответственность за продажу отравлений совершеннолетним. Штрафы будут от 50 до 150 тысяч рублей. Порьба за здоровье граждан невозможна без улучшения экологической ситуации. Губернатор отметил, что вопросам защиты окружающей среды будет уделяться большое внимание. В ближайшее время в Минприроде появится должность ответственного за фауну. Мы выйдем на метод, который существенно отличается от того, что сейчас, до сегодняшнего дня, применялось в муниципалитетах. Метод ОСВВ, то есть отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. То есть, я сейчас говорю о том, что главная цель, которую мы поставили перед собой, очень бережно относиться к животным. В заключении совещания губернатор отметил необходимость пристально следить за соблюдением бесплатного проезда в электротранспорте для школьников. И поставил вопрос об обновлении трамвайного парка, которое должно начаться в этом году. Егор Тестов, Юрий Конехин, Новости Управды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин